Добрый день, трейдеры! Давайте узнаем, какие новостные выпуски могут повлиять на валютные рынки во вторник, 22 августа. Торговый баланс в Швейцарии за июль мы получим с 6 часов утра. Положительная сальдо торгового баланса немного сократилась в июне, поскольку импорт опередил экспорт. Данные по чистому заимствованию в госсекторе Великобритании за июль мы получим в 8.30 утра. В июне дефицит бюджета был больше, чем ожидалось, однако он был меньше, чем дефицит на уровне 7,5 миллиардов в прошлом году. Очень важные данные Германии по индексу экономических настроений ZEW за август мы получим в 9 утра. В течение последних двух месяцев мы наблюдаем снижение индекса, однако прогнозы по росту остаются положительными. Затем в 12.30 по Гринвичу мы получим данные Канады по розничным продажам за июнь. В течение последних трёх месяцев продажи росли, и на данный момент мы наблюдаем рекордно высокие уровни. Индекс цен на жильё в США в июне будет доступен к часу дня. В мае индекс продолжил расти, но медленнее, чем в предыдущем месяце, когда рост был на уровне 0,6%. Последние данные мы получим в половине первого ночи. Предварительные данные Японии по индексу BMI в производственном секторе за август. В июле индекс снизился к 8-месячному минимуму, однако он по-прежнему в положительной территории. С вами была я, Селес Скиннер. Вы смотрели обзор новостей экономики на вторник. Завтра мы представим вашему вниманию обзор новостей на среду. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова